Поцелуточный злок уйдет все остальное. Слов не все так просто, как кажется, на первый взгляд. А когда к нам прибыть и друзья, мы обо всем забываем, правильно делаем. Час торжества света. И когда астральные корабли бродят в расход... Николай меня так ревнует, и шо тебе за техник сказал, и шо к тебе почтальон подходил, и шо ты с соседом у колонки стояла, Господи, соседу девять лет. И ревнует, и ревнует, уже сил никаких нету. Помаду попрятал всю, чтобы не красилась, хожу как черт. С месяц назад сидим вечером в избе, и вдруг свет выключили. Он сразу грунет, и где? Я затаилась, нарочно молчу. Слышу, он ко мне шарится, я к печке. Груни, ответь мне. Я лицо сажей намазала. Говорю, вот я. Он за руки меня взял, голос сладкий сделался. Это, Грунь, обрыв на линии надолго. Давай ложиться спать и целоваться лезет. Тут свет включили. Я природок так не кричала. Под утро начнет просыпаться, все рукой рыщет. На месте я. И всякий раз это ты? Это ты, Груня? Грунь, это ты? Кто же еще? Кого же он там еще хочет найти? Самый сон сладкий, он бубнит в ухо. Я к чему это рассказываю? У нас свинья поросилась, и все поросята хорошие получились. Один дохлый почти. Тихонький не верещал никогда. Ножки у него подламывались. Не стоял на ножках. Ну и я как-то утром встала засветла, вымолила его, обсушила и в кровать на свое место. Сама за спинкой спряталась, светать стала. Слышу, Грунь, это ты? Это ты, Грунь? Грия. Милый. И что вот одно слово может с мужиком сделать? Прямо я чувствую, восторг в нем поднялся. Крутанулся он в мою сторону, и тишина. Пять минут десять, ни звука. Высунуться боюсь, или он помер, или меня прибьет. Потом слушаю, Грунь, говорю, че, че это с тобой? Да вот, говорю, довел ты меня, свинья, своей ревностью. С тех пор потише стал, только заикаться иногда. Говорят, один был и ревновал, и ревновал жену ни за что, и придушил под конец. А я вот не ревнивый совсем. Тут с соседем из Москвы приехала одна. Каш, ни кожи, ни рожи. Я художница, я портретистка. Хочу вас, Николай, рисовать. Я крапиву нарвала, она с тех пор одни цветы рисует. И все, че ревновать-то. Что такое, граждане? Почему мы вот все время на заграницу оглядываемся? Почему мы все говорим, что у них там все хорошее, а у нас здесь все плохое? Да у нас, знаете, сколько хорошего? Если хорошенько поискать. А то ведь вообще уже невозможно стало. Вы посмотрите, мы ездим все на иномарках. Фильмы все американские, правильно? Едим вот эту вот синтетическую пищу в Монт-Доннессе. Теперь смотрите, у нас даже цены сейчас не в рублях, а в уе. Давайте-ка разберемся, что это такое происходит с нами, а? Почему это мы все так на заграницу смотрим? Давайте с одежды разберемся. Вот тебе сейчас обязательно французский костюм подавай, да? Ты посмотри на себя в зеркало, какой из тебя француз. Ну купишь ты французский костюм и будешь с него ходить как дурак. Ну или дело наш, спортивного типа без лацканов с клапанами. Я в него в Париж ездил. Я как в собор парижской богоматери зашел, все на колени попадали. А священник даже мне в шляпу мелочь бросил. Заплакал и сказал, русский сирота. Хорошо, давай теперь с едой разберемся. Вот допустим, съел ты французский круазан, да? Вот съел его, он у тебя тут же проскочил и считай, что ничего не ел. А попробуй наш пирожок с мясом съешь. Вот ты его съел, и он тут же вот тебе здесь вот стоит. И ты уже можешь больше ничего не есть. Потому что есть ты больше уже ничего не можешь. Давай теперь с напитками разберемся. Вот допустим, выпил ты стакан ихнего спрайта, да? И тебя от сладкого уже тошнит. А нашего хлебного кваску как полтора литра навернул, и он тебе как забродит. И так и бродит всю ночь одиноко. И ты уже потом месяц Гербалайфа можешь не принимать. Ну хорошо, а сервис наш этот ненавязчивый? Не, они, конечно, там за рубежом и подадут, и подберут, и понесут. Но это же все не от души. У нас, если хамят, так от чистого сердца. Не, конечно, они тебе и спасибо, и пожалуйста, и будьте любезны. И всем говорят, господа, скажи, нам нужно это, а? Нужно тебе, чтобы у нас продавщица в винном отделе гастронома говорила алкашам, господа, перестаньте мочиться в торговом зале. А песни наши возьми. Какие песни раньше были? Скажи, а? Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить.